Пока не прошло две недели, оценивать нечего. Ну что, через неделю я перешивать уже, если что-то произошло, точно ничего не могу. Вот этот шов, он длинной. На мой взгляд, гениальная абсолютно методика, которая предусматривает очень много факторов, дает возможность использования и пластического материала без ограничений, и свободных десневых трансплантатов, и однослойным методом ее применять. Отсутствие вертикальных разрезов очень выигрышно, я считаю, для этого метода. По сути, конкурентно способный какой метод для устранения множественных рецессий? Тоннельная техника. Больше ничего. Но для тоннельной техники, опять же, требуются определенные клинические условия. Такие, как, например, широкое основание сосочков, да, или плотный достаточно биотип в области сосочков, иначе произойдет просто разрыв и неуспех операции. Есть определенная потом глубина рецессии при тоннельной технике, тоже играет свое значение, что либо нужно брать, будет либо очень широкий трансплантат, чтобы 50% его лежало на принимающем ложе, а не на поверхности корня. Либо тогда уже использовать какой-то другой метод, когда глубина рецессии очень высокая. То есть, очень много тоже подводных камней. Впрочем, как и у множественных рецессий, у них тоже есть какие-то свои неидеальные методы. У него тоже есть какие-то оговорки. Но из всех методов туннельная техника и коронально ротированный лоскут – это самые оптимальные два метода, которые позволяют устранить множественные рецессии. Единственное, что для меня лично минус туннельной техники, что применение пластического материала при тоннельной методике подразумевает только аутотранспланта, который мы не всегда можем забрать в том объеме, в котором есть рецессия. Вот это ее минус. По поводу применения в тоннелях мукографта и аллодерма, на сегодняшний день я видела эти исследования и видела клинические применения. Их показывали недавно на симпозиуме в Милане, в Сан-Рафаэле, в госпитале. В прошлом году показывали сами итальянцы. Не получается у них там никакой ткани. Там вот такая грануляция, и она потом в течение года просто уходит. А может, в подобных случаях использовать АПРФ? А она у вас отвалится вся. В каком случае вы ее используете? Ну, то есть вместо пвердой мозговой оболочкой. А давайте разберем. Смотрите, очень хороший вопрос, спасибо вам большое. Давайте разберем, для чего мы применяем пластический материал при устранении рецессии. Учезаем замещение. Да. Замещение ПРФ-мембраны в какие сроки происходят? Ну, максимально 21 день она замещается. За 21 день не может заместиться полноценный вообще соединительный тканый, никакой комплекс. То есть там, в принципе, она просто резервируется, оставляет пустое место, и потом все это схлопывается обратно. Поэтому применение ее здесь просто необоснованно. Поставить можно, смысла нет. Твердая мозговая оболочка в данном случае, поскольку ее биодеградация в течение, ну, в среднем 5 месяцев происходит, позволяет тканям постепенно замещать дефект. Именно поэтому она дает такой объем тканей, плюс ткань такую массивную. Именно за счет того, что она длительно-длительно позволяет замещаться. То есть эта биодеградация очень постепенная происходит. А у нее еще есть такое свойство. Она на самом деле способна перерождаться в те ткани, точнее не она, она способна замещаться теми тканями, в которые она помещается. То есть вот если ее окружает костная структура, она будет реорганизовываться в костную ткань. Даже зачастую есть такие исследования по первому типу усталообразования. Если они помещаются в дефектканный комплекс, она замещается в соединительную тканью. И так далее. Есть там мышцы ее пробовали подсаживать. Ну, это доклинические, конечно, все испытания такие, да, это понятно, что не на людях эксперименты проводятся. То есть у нее есть просто особенности такие. Но ПРФ бессмысленно использовать. Так же, как Галиборисовна не даст мне соврать, при воспалительно-дефруктивных заболеваниях парадонта тоже абсолютно не имеет смысла. В парадонтологии, к сожалению, ПРФ мембраны не могут широко применяться, потому что у нас длительность восстановления связки, другая длительность, длительность тканного комплекса, другая восстановление. И опять же, при воспалительных, например, каких-то условиях, первое мгновенно резервироваться, от него ничего не остается, он просто не работает. А вы не думали ли о том, что любое хирургическое вмешательство, если у организма хорошие силы, потенциал регенераторный, они вообще любое вмешательство, способность стимулировать регенерацию, вообще туда ничего можно не положить, но плюнуть можно в это операционное поле. И он тоже запустит регенеративный процесс, потому что вы повредили. Но это альтерация, это запуск регенерации, как любой процесс, у него есть начало и конец. Так вот, регенерация – это сначала повреждение. Мы, когда работаем с вами, устраняя рецессии, повреждаем комбиальные слои надкосницы. И это тоже является запуском регенеративных изменений. То есть, у кого-то из пациентов недостаточно этого потенциала. Я не против PRF-мембраны, я ими работаю, но в других клинических ситуациях. Я вообще не против ничего. Ну, осложнения на самом деле у этого метода фактически такие же. Но вот еще есть какие-то нарекания от коллег, я слышу не первый раз, именно о каком-то косметическом таком временном дефекте, когда вот эти вот совмещенные, иногда съехавшие какие-то хирургические совмещенные с анатомическим сосочком дают небольшое такое нарушение эстетики в области сосочки, как маленькие шрамики. Но, как показал опыт, они проходят в течение года. Особенно пациенты, у которых генерализованные рецессии второго класса, и которых беспокоят некоторые другие вещи, а не шрамики на их сосочках. Поверьте мне, вообще их меньше всего волнует. Когда они не могут взять стакан просто прохладной воды и выпить его, или съесть кусок мороженого, или горячий кофе, для них это уровень жизни просто меняется, поэтому они не рассматривают никакие шрамики нигде. То есть вот этот метод, он в большей степени приемлем именно для верхних челюстей? Почему? Он и для нижних, я сейчас... Для нижних центральных листов он выполняется как кранальное смещение. С вертикальными разрезами. Да, да. А в боковых участках делается один вертикальный разрез, а ротация происходит такая же. Ну, я могу сказать, что итальянцы, например, они сейчас вообще пришли к тому, что они, когда оперируют фронтальный участок нижней челюсти, они иссякают кусок мышцы подбородочной, чтобы не было натяжения. Ничего страшного в этом, в принципе, нет. Ничего, все там заживает, я делаю тоже, когда надо. Ну, у всего есть показания, у всего есть какое-то основание, да. Ведь главное, врачебная ошибка – это неправильно выбранное лечение. И все последствия, все осложнения, по сути, они ногами, в 90% они в анализе, в диагностике и выборе алгоритма. А все дальше технически, там, где вас подвел инструмент, ассистент, ваша рука, там, я не знаю, все что угодно, оно, по сути, потом заживет, зарастет и все. А вот если был принципиально подход не тот, то что с этим делать, потом, на самом деле, мало кто знает. К сожалению, много очень таких пациентов с осложнениями после уже проведенных каких-то макогенгевальных вмешательств. И с ними очень сложно и психологически работать с такими пациентами, потому что они уже не испытывают доверия к доктору. И с ними очень сложно и с местными станем, потому что это рубцы, как правило, да, какие-то еще измененные уже, синидлотканный комплекс. Осложнение общее. Если мы применяем твердую мозговую оболочку, надо помнить о том, что она реактивность вызывает высокую организм. Это не аллергическая реакция, это именно реакция местных тканей на твердую мозговую оболочку. Конкретно на нее может проявляться в виде отека или повышение температуры тела. Ну вот температура тела у меня всего раза 3, по моему наблюдению у пациентов повышалась, может быть, 4. А реактивность выраженная была пару раз. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике, стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога. Почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу, и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.